Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисан, добро пожаловать в Майнкрафт, без модов, только с одной командой, где сегодня мы научимся становиться одним из членов фантастической четверки. Да, ребята, как многие люди вроде говорили, фильм не очень так удался, поэтому я не знаю, какова будет ваша критика, что скажете вы, действительно ли это был крутой фильм, ремейк, или просто-напросто говнецо, можно ли так сказать. Это, ребята, я не знаю, но все же мы в этой серии попытаемся стать и женщиной-невидимкой, и человеком-факелом, и остальными членами этой замечательной команды. Но, ребята, перед этим, как обычно, я бы хотел вас очень сильно попросить поставить лайк, ведь если мы сегодня наберем 700 лайков, то я вам обещаю то, что завтра выйдет следующая серия без модов. А если мы завтра наберем 700 лайков, то значит, послезавтра выйдет новая серия без модов. Как я, ребята, уже сказал, в тот день, когда мы набираем 700 лайков, на следующий день выходит новая серия. Не забываем о нашей небольшой игре, то, что все же, если мы набрали лайки, то есть, если мы сегодня наберем 700 лайков, то если завтра не выйдет серия, если по каким-то причинам я не смогу ее выпустить, или просто мне будет лень, то вы будете иметь полное право написать мне вконтакте, чтобы я вас добавил в друзья, оставил вам свою роспись на ваш, ну, автограф, можно так сказать, на вашей стене, и обязательно подарил вам какой-то подарок вконтакте. Вы будете иметь полное право. Поэтому, ребята, небольшое сражение. Ну, кто? Кто кого? Я не выпущу серию, и вы получите подарки, или просто-напросто выпущу, и все же я выиграю то, что я все-таки выпустил серию. Но все же, ребята, а также не забываем оставлять свои комментарии. Многие люди меня проверяют, мол, леди, ты действительно отвечаешь своим подписчикам? Да, ребят, я отвечаю, я общаюсь с подписчиками. Если ты не веришь, что можешь оставить комментарий под этим видео, я на него обязательно отвечу. Также, последнее, не забываем подписываться на мой канал. Я прям вот тебя, чувак, хотел бы попросить подписаться, потому что я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь. А мы приступаем к самой команде. Команда по себе не очень большая, и, можно сказать, там не очень прям супер-пупер офигеть, как много возможностей. Но все же просто-напросто ради разнообразия можно даже сделать фантастическую четверку. Поэтому, ребята, давайте приступаем. Как это все делается? В первую очередь, как обычно, нужно выдать себе командный блок. Делается это вот с помощью такой команды, мы просто-напросто ставим его на пол, вводим команду, ссылочка на которую будет уже в описании. Повторюсь, ребята, команда работает только на версии от 1.8, плюс ниже версиями эта команда, к сожалению, работать не будет. Но я вас предупредил. Если во чате написалась вот такая поэма, значит, команда успешно установилась, и все, что вам нужно, это просто-напросто ее, ее активировать. И вы видите, что прям столбище офигеть какой активируется, много текста в чате, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мы это все выключаем, и тут что у нас появляется? Верхняя табличка это, чтобы удалить вот эту постройку. Средняя табличка это, чтобы получить итемы, давайте сразу же их получим. И третья это, кто создал вот эту команду. Ладно, это мы все получили, сейчас мы получили уже итемы, с помощью которых мы сможем стать всеми этими людьми. Да, потому что, кто знает, фантастический, почему я продолжаю говорить фанта-фанта-фанта-фанта-ктической какой-то четверки. Четыре человека. Поэтому, ребята, кем мы станем в первую очередь? Может мы станем, давайте все-таки мистером фантастик. Он, ну, знаете, если вкратце, кто не смотрел фантастическую четверку, он как человек-резина. Да, он может там раскручиваться вокруг себя, там, обматывать свои причиндалы в несколько раз, да. И всякие вот такие странности. Чтобы стать этим человеком, знаете, куда вам нужно поставить вот этот предмет? Вам нужно поставить его именно вот сюда, в центр. Вы поставили и, и нихрена не произошло. Значит, нам, наверное, нужно все-таки выйти с гейммода, да. Потому что в гейммоде, мне кажется, это работать не будет. Нет, оно и так не будет, твою мать. Ну вот, ребята, я пересоздал и все заработало. Мы стали, мы стали человеком резина. Если вот так прям дословно выражаться. Вот такой нам скин выдался прикольный. И что же делает эта чукча? Во-первых, нам выдается скорость бега, сила 2. А можно сказать, мы не голодаем. Прыгучесть 2. И также защита, вот, в принципе, от урона. Но что же, ребята, дальше? Что же дальше? Давайте мы, допустим, заспавним несколько зомби. Что делает умение этого чувака? Что оно делает? Твою нафиг. Что оно делает? Мы можем подкидывать своих врагов в небо. Это, если честно, даже очень круто. Давайте таймсет найт, да? Чтобы они просто-напросто не сгорали. Вот так. Три штучки мы заспавнили. Опа! Подкинули. Опа. Подкинули, подкинули. Мы просто-напросто можем вот так клацать, клацать, клацать. Подкидывать их очень высоко. Я... Они, в принципе... Да, они высоко подлетают и просто умирают от... От падения. От этого урона. Это, если честно, очень даже круто. Вот смотрите. Мы просто их так убиваем. Даже с них там вода с попы, наверное, течет. Мол, горит у них там жопенция. Мол, не убивай нас таким путем. Это читерно немного. Ну, а что ты хотел зомбарить? Ну, а что ты хотел зомбарить? У меня, ребят, не смотрите на удочку. У меня просто, наверное, из-за текстур пака. Так, ну, давайте я выключу. Да, ребят, это все-таки из-за текстур пака. Ну, мне кажется, ничего в этом страшного нету. Давайте мы еще одного подкинем. Это, в принципе, все. Прыгать. Ну, я не скажу, что мы прям очень высоко можем. По сути, это, наверное, один из таких персонажей, которые могут прыгать, ну, прям очень сильно высоко. Потому что они, можно сказать, из резины, да, и... Получается, они могут отбиваться от поверхности. И да, они получают урон при падении. Это, если честно, тоже очень даже круто. Но мы, ребята, прекращаем быть им и становимся... Я не знаю, женщина-невидимка. И давайте... Давайте человеком-факелом мы станем. Человек-факел. Давайте посмотрим. Прям весь такой черный... Ну, черный это... Расизм, наверное, какой-то будет. Но вы, в принципе, сами видите, какой он. Какой он, какой он вот этот человек-факел. И я вам, ребята, уже самую первую фишку только что засполерил. То, что он может летать. Все, что вам нужно, это зажать Space. Он будет подниматься на один блок. Если вы отпустите Space, он не будет падать вниз. Он просто-напросто будет бегать. Он просто... Да, можете я шейдеры выключу, да. Он просто-напросто будет вот так бегать. И все. То есть, можно сказать, он просто поднимается. Даже если вы куда-то, ну, я не знаю... Допустим, давайте на вот такую высоту поднимемся. Вы просто-напросто можете... Можете... Можете вот так бегать, забегать куда-то там в гости. Здрасте, кому нахрен в голову запустить огненный шар. Все поджечь и просто смыться. И даже не упасть вниз. Потому что вы можете бегать по поверхности. То есть, вкратце, можете летать. Это тоже очень круто. А как спуститься, просто нажать Shift и вы будете спускаться. Это тоже замечательно. Но, смотрите, как офигенно тут сделанный... Сделанный Fireball. То есть, ну, огненный шар, можно так сказать. Да, то есть, куда вы попадаете, он все поджигает. Если честно, у него прям офигенная анимация полета. Прям реально выглядит, как будто какой-то огненный шар летит. Это очень даже круто. Но, мне кажется, было бы круто, если бы мы спустились. Но спускаться тут, мне кажется, очень... Очень, очень... А нет, в принципе, очень даже просто. Я думал нам... Вот эти, знаете, эффекты меня немного бесят. Потому что... Хоть это и круто, да? Потому что человек-факел, можно сказать. Но, они немного мешают при игре. Вот так, например, если ты стоишь на месте, они реально мешают. Но все же, давайте тоже заспавим сейчас кучу зомби. Кучу зомби. Кучу зомби. Уй! И просто-напросто будем в них стрелять. Вот смотри, как это круто выглядит. Уй! Тут нет. Если бы я еще в мире понимал, что там вообще происходит... Ай! Ай-ай-ай! Да вот, в принципе, очень даже просто. Вот эти реальные эффекты, они немного бесят. Но все же, ребята, что мы еще можем делать? Мы просто-напросто... Мы просто-напросто их можем заспаунить и приблизиться к ним. И они только... Ну, воспламенятся только из-за того, что мы находимся рядом с ними. Потому что это же все-таки человек-факел. Прям офигенная защита прям от ГПТ. Знаешь, стоишь такой на улице ночью, писаешь. Хэй, чувак, зажигалочка есть! Зажигалочка, я тебе чем рот на суку какая зажигалочка! Только подойди ко мне! И вот, ребята, вы так просто-напросто подбегаете. Возгораем, гори, елочка, гори! И просто-напросто убегаете. И все, никто вас... Ой, тупичок. И никто вас просто не убьет. И также вот этот фаербул, он просто-напросто бесконечный-бесконечный. Да и все. Ну, это круто-круто-круто. Но давайте мы приступим к следующему персонажу. Следующий персонаж давайте будет-давайте будет женщина-невидимка. Вот так, сисястая. Да, больше на мужика как-то похоже, чем на женщину. Но все же это тоже очень круто. Чем она обладает? Как обычно, женщина-невидимка обладает... Она может стрелять с рук паутины. Конечно, ребята. Но если женщина-невидимка, значит она нахрен невидимая может быть, да? И что это делает? Нам просто-напросто нужно... Нужно... Давайте... Нужно встать на шифт. Нам в руке нужно держать вот этот сахарочек, да? Становимся... И просто мы становимся невидимыми, да? Ну, вот, да. Иногда она вроде проседает вот так немного, мелькает, да? То, что вот мы находимся вот тут, да? Чтобы мы сами себя не теряли. Но это, если честно, так же очень круто. Но! Что делает вот этот сахарочек, если его выкинуть? Что он делает? Что он, ребята, делает? Допустим, мы себя окружили, да? Вот. Мы себя окружили, окружили, окружили. И сейчас нам может сказать попа. Ай, 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 ай. Мы себя, конечно, в тупичок загнали, но всё же. Вы видите, ребята, то, что... Сейчас, 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 сейчас я подготовлюсь. Хе-хе-хе. Сейчас, зараза. Идите, вот ты мелкая хренотень. Ага, 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 ага. Опа. Ну и чё дальше? И всё. Ну, мы себя просто не загоняем в ловушку, как я хотел сказать, а просто создаём вокруг себя невидимую стену, да? Можно сказать, ну, она, в принципе, видимая. Это также защищает от игроков. Почему? Потому что, если ты ломаешь даже вот это стекло, оно в ту же секунду восстанавливается. Тоже... То есть, даже если игрок вас хочет убить, он может вас убить только если подкопав вот эту стену, да? Под... Под... Что вас даже не тронет, хоть вокруг вас будет миллион игроков, миллион зомби и вообще. А как это убрать? Просто опять выкидываем вот этот сахарочек и за вами опять идёт миллион зомби. И всё. То есть, очень офигеть какая полезная штука, а не очень. Офигеть какая полезная. Потому что вы выкидываете, вот за вами куча зомби. И там, мама, ээээ, и там, кушать уже готов. Иду, мама, иду. На паузу поставить нельзя, да? Опа. И пошли себе там гулять, кушать и всё остальное. И вас даже никто не тронет. Это, если честно, тоже очень даже круто. Но давайте мы включим гейммод, чтобы нас вообще не убили. И мы сейчас прекращаем быть женщиной-невидимкой. И кем мы сейчас станем? Мы станем последним чубзиком. Это у нас... Это у нас каменный человек, да? Как он называет? Да где он? The thing. То есть, вещь, можно сказать. То есть, существо. Если на английском вот так переводить. Вот он как выглядит. Прям такой, не знаю, какая-то... Бутерброд какой-то нафиг. Печенька. Но всё же, тоже очень прикольно. Что он... Что он... Что он получает, ребята? Я сказал, что он получает, но он почему-то ничего не получает. Получил. Хм... Так, сейчас. А если вот так? Только не говори, пожалуйста, что ты опять залагал. Твою нафиг мать. Во, наконец-то! Тут есть какие-то помутнения нафиг разума. Вот и тогда эта команда то ли выключается, то ли что. Опять она выключилась! А может... А ну, может, сейчас. Опять она, твою мать, выквашу нафиг за ногу! Давайте, ребята, не будем далеко отходить, потому что вы видите то, что... Я не знаю, то ли это у меня майн-глючит, то ли ещё где-то. Но всё же мы стали этим существом, у которого скорость 3, атака... И так же, в принципе, всё остальное, что и в других. У него нету каких-то особенных возможностей, то есть... Мне кажется... А нет, ну, в принципе, то, что он может очень высоко прыгать, и то, что у него большая сила. Потому что он, в принципе, может убивать своих врагов очень даже быстро. Только обычной рукой, да, ему даже меч не нужен. Но, вроде как, я знаю, у него была какая-то особенная способность. Или то ли мне показалось. Наверное, всё-таки то ли мне показалось. У него, вроде, был удар Халка, да? То есть, если ты прыгаешь высоко, потом смотришь вниз, то ты мог как-то... Я не знаю, честно. Наверное, всё-таки... Наверное, всё-таки нет, как мне кажется. Мне всё-таки, ребята, мне кажется, это мне показалось. Но это такой небольшой... Небольшая такая печенька, потому что почему-то мне эта печенька больше напоминает. Зайди ты уже нафиг сюда И в принципе ничего тут такого особенного нет Он сильный, он быстрый Он мощный, он печенька Но это только вот это Это наверное самый, самый такой Обычный персонаж, который только Существует, вот как вы видите Я не знаю, может мы далеко отбегаем от самого Вот того командного центра Где мы создали вот эту команду, поэтому может команда У нас и выключается, хрен его знает Ребята, но на этом я уже хочу заканчивать Вот такая небольшая команда Как я уже сказал, ребята, если мы наберем 700 лайков То завтра же выйдет следующая серия без модов Где мы рассмотрим, как стать Росомахой в Майнкрафте Но будет ли это, зависит, ребята, только от вас Как я уже вам сказал, 700 лайков Завтра выходит следующая серия Если мы наберем лайки, а серия не выйдет Вы будете иметь полное право написать мне вконтакте Чтобы я вас добавил в друзья, сделал вам подарок И также расписался у вас на сетке Не забываем оставлять свои комментарии Под этим видео с любым вопросом, советом Пожеланием, я с удовольствием прочитаю Твое, чувак, сообщение и также на него Отвечу, поэтому Те люди, которые не верят, что я общаюсь С своими подписчиками, могут идти в баню Но все же, ребята, последнее Это то, что я бы очень сильно хотел Если бы вы подписались на мой канал Вот прям тебя я хочу попросить подписаться Я буду очень сильно рад, если ты вот это сделаешь Я рад каждому новому человеку Который вступает в нашу большую дружную семью А мы, ребята, заканчиваем Еще раз скажу, ссылочка на вот эту команду в описании Заходите и Пользуйтесь, да? Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока